Зига! Хой! Зага! Хой! Зига-зага! Зига-зага! Хой-хой-хой! Тут нужно понимать, что в целом большое количество людей, государственников, патриотов России, уж точно не нацистов, ни в коем случае работают, изучают Ильина и черпают в нем огромное количество идей и мыслей, которые воплощены частично уже в жизнь. Ближе всего мне Юлия Сывола. Да, я тяготею к фашизму. Я православный, это так, в принципе, нормально же. Гой-да! Почему, несмотря на это, Юрий Трофимович, находятся у нас странные головы, которые все равно начинают кричать про нацизм Ильина, хотя человек черным по белому все объяснил и все расшифровал и дал четкую понятную оценку. Ведь, как писал Вин, необходимо избегать слова фашизм и не называть режим фашистский, хотя фашизм был прав, фашизм был прав, прав. И он там сказал такую красивую, как он всегда умел по-русски выражаться, что Россия никогда не будет ни черным фашизмом, ни коричневым, ни желтым фашизмом. Оп! Только белым фашизмом. Подайте, мы понимаем, тысячелетнее устройство нашего православного государства. Вот что он вкладывал в слово белый фашизм. Всем привет! Я вас давно предупреждал, что все это не эксцесс и не случайность, а звенья одной цепи. Например, что недавнее создание целых ультраправых военных подразделений в российской армии – это продуманная политика. Такие прекрасные формирования, как Русич, Испаньола и Москва, не от грязи завелись, нет. Это продукт принятых решений с самого верха. Я нацист. Я нацист. Я не буду углубляться. Националист, патриот, имперское направление и так далее. Я прямо говорю, я нацист. Как ты относишься к расовым теориям Гитлера? Скажем так, я их поддерж... Ну как, расовая теория в чем? Я считаю, что есть... Расовый изначально лучше... Да, я считаю, что белый лучше черного, я прямо скажу. Потому что, в отличие от многих тех, кто считает все равны, в Африке не были. Ну а Миша Маваши, неужели вы думаете, что бывший наркоман и блатной рэпер с самой русской настоящей фамилией Ниц может вот так просто взять и начать сколачивать целую федеральную сетку своих строгославянских организаций, которые будут безнаказанно ходить по рынкам, магазинам и морщить мигрантов и женщин? Конечно нет! Мишины северный человек и русская община это тоже ультраправые проекты Кремля. Причем продуманные и, судя по масштабу, хорошо проплаченные. Посмотрите наш ролик. Кто-то сейчас скажет, все понятно, Миша работает на администрацию президента, он там на-на-на, на-на-на. И когда я снял видео про все эти прекрасные и восхитительные организации, то особого резонанса не увидел даже среди своих товарищей. Но вот стоило появиться новости, что господин Дугин возглавит в РГГУ политическую школу имени Ивана Ильина, вот тут понеслось. Протест студентов, петиция, критика инициативы левыми ломами, визги и слюни ультраправых патриотов, угрозы, призывы к репрессиям, срачи, идейные баталии и политические споры. В общем, все признаки большого федерального скандала. Так почему назначение Дугина в РГГУ вызвало такой резонанс? И почему власть, как сумасшедшая, носится с тем же Ильиным? Ну давайте честно, у Ильина не самая безупречная биография. Неужели нельзя было найти философа почище, что ли? Об этом и поговорим. Устраивайтесь поудобнее. Поехали! А перед тем, как начнем, попрошу вас подписаться на наши ресурсы в уже родной тележеньке. На канал Вестник Бури Ориджинлс, ну и на мой личный канал. Времена нынче сложны, что будет с Ютубом непонятно, поэтому велкам. Ждем людей доброй воли в гости. И еще, друзья. Как вы, наверное, знаете, производство видео требует не только творческих сил, времени, но и материальных затрат. Капитализм, к сожалению, пока диктует свои условия. Мы не продаем рекламу на наших ресурсах, не получаем деньги от влиятельных спонсоров и сомнительных фондов. Мы снимаем ролики только на ваши пожертвования. Поэтому сохраняем полную автономность и самостоятельность. Но без вашей помощи каналу трудно развиваться теми темпами, которые бы нам хотелись. Поэтому большая просьба поддержать нас не только разовыми пожертвованиями, но и на постоянной основе через сервис Бусти. Там вы найдете не только сам контент на Ютубе, но много чего интересного помимо него. В общем, большая просьба помочь. Ссылку на наш Бусти вы найдете в описании этого видео. Ну а мы продолжаем. Когда запротестовали студенты РГГУ, я одним из первых выступил в их поддержку. Призвав друзей, ну и не только, подписать петицию против Дугина и Ильина. На момент выхода этого ролика эту здравую инициативу уже поддержало около 30 тысяч человек. Вы большие молодцы, товарищи, так держать. Сейчас главное не останавливаться и не сбавлять обороты. Ссылку на телеграм-канал смелых студентов РГГУ вы найдете в описании к видео. Безусловно, протест студентов вызвала одиозная личность самого Александра Дугина. Какой фактовую биографию не возьми, там сплошной, беспросветный... Чего только не сказано про Дугина. В юности он состоял в диссидентском антисоветском кружке с характерным названием «Черный орден СС». Ох, уже забористо, да? На собрание кружка нужно было приходить с какими-либо нацистскими символами на одежде, крича «Хайль Гитлер». Лидеру шизоидов во второй половине 70-х годов даже удалось раздобыть где-то портрет Гитлера и повесить на стене в своей комнате. Аврорин СД. «Черный интернационал». В 88-м году он вступает в откровенно ультраправую и антисемитскую структуру общества «Память». Лучше Егора Летоа на тот момент об этой организации вряд ли кто скажет, ну или споет. «Общество, память, святой наш отец, нас поведет растирать и колоть, вспыхнули раны закатым лучом, гордое племя напит устой, мы призываем крестом и мечом, вешать жидов и Россию спасай!» Думаю, тут вам все понятно. Но даже для этой убогой жидаецкой организации Дугин оказался сильным шизом. Его оттуда выгнали, цитата, «потому что он контактировал и контактирует с представителями эмигрантских диссидентских кругов оккультно-сатанинского толка». Как часто бывает с такими творческими и оригинальными личностями, Александр Гелич немного пересматривает свои взгляды после развала СССР. Но если Егор Летов тогда из анархиста-бунтаря превратился в левого советского патриота, то Дугин мутирует в сторону сменовеховства, ну то есть идеологии консервативной околовоенной интеллигенции, поддержавшей советскую власть после революции. Ну и в сторону национал-большевизма, конечно. В НБП 90-х Летов занимал условно левые прокоммунистические позиции, а Дугин, что характерно, обосновался на крайне правом фланге этой своеобразной партии, став ее идеологом. Но от своих магистральных взглядов он по-прежнему не отходит. Можно сказать, что наш философ тогда стал прародителем красно-коричневого имперского дискурса, на который сегодня частично опирается Кремль. Фашизм — это национализм, но национализм не какой-нибудь, а революционный, мятежный, романтический, идеалистический, апеллирующий к великому мифу и трансцендентной идее, стремящийся воплотить в реальности невозможную мечту, родить общество героя и сверхчеловека, преобразовать и преобразить мир. На экономическом же уровне для фашизма характерны скорее социалистические или умеренно социалистические методы, подчиняющие личные, индивидуальные экономические интересы принципам блага нации, справедливости, братства. И, наконец, фашистский взгляд на культуру соответствует радикальному отказу от гуманистической, слишком человеческой ментальности, то есть от того, что составляет суть интеллигенции. Фашист ненавидит интеллигента как вид. В нем он видит замаскированного буржуа, претенциозного мещанина, болтуна и безответственного труса. Фашист любит зверское, сверхчеловеческое и ангелическое одновременно. Он любит холод и трагедию. Он не любит тепла и комфорта. Иными словами, фашизму претит все то, что составляет сущность национал-капитализма. Он борется за доминацию национального идеализма, а не национального капитала. И против буржуазии и интеллигенции, а не за нее и не вместе с ней. Точно определяет фашистский пафос со знаменитой фразой Муссолини «Вставай, фашистская и пролетарская Италия». Александр Дугин. Фашизм безграничный и красный. 1997 год. Потом Дугин увлекся евразийством. В 1997 году он даже пишет книгу «Основа геополитики». В ней Александр Гелиич утверждает, что Украина как государство не имеет геополитического смысла. В то же время она может существовать только как санитарный кордон между двумя цивилизационными центрами силы – континентальной Евразией и атлантизмом. Лживая Википедия пишет, что эта работа тогда стала учебником для Генерального штаба Российской Федерации. Но если тут есть хотя бы толика истины, то это многое объясняет в действиях военно-политического руководства России в 1924 году. Ладно, ладно, ребят, я шучу. Плохой у меня юмор. Едем дальше. Расставшись с НБП в 1998-м, с начала нулевых карьера Дугина идет в гору. В 2000 году он создает движение «Евразия». Но разосравшись из-за власти со своими соратниками, он его покидает и организует новую структуру – международное евразийское движение. В 2003-м ему присваивают звание почетного профессора Евразийского национального университета имени Гумилева. В этом же году он выпускает свою новую работу – «Философия политики». Это весьма примечательная книга. Там Дугин филигранно через академический язык толкает свои собственные взгляды в рамках идейного спектра. Вот посмотрите на эту схему. Как видите, в этих политических координатах консервативная революция, ну или социал-консерватизм Александра Гелича, противопоставляется всей буржуазной либеральной демократии. И не только Дугин этой темой тогда забавлялся. Эта идеология существует, ее не надо высасывать из пальца. Да, это консерватизм, но это левый консерватизм. Государственное участие в экономике – традиционные ценности в семье. Вот тот идеологический перекресток, на котором Ильин и Ильич, будь они живы сегодня, наверняка нашли бы о чем поговорить. Ладно, кто старое помянет тому глаз вон. Людям, как свойственно, ошибаться, ну или менять свои взгляды. Это, кстати, нормально. Но мы сейчас говорим о Дугине. Уже в этой следующей схеме он показывает, как же должна выглядеть настоящая система политических координат, где взгляды нашего философа занимают главную позицию. Цитируем. А вот так должна выглядеть политическая модель общества, основанного на евразийском подходе, на парадигме традиций. Справа от евразийского центра находится политический фундаментальный консерватизм. Слева – экономический социализм. В крайне правом секторе – рыночная экономика, в крайне левом – политическая демократия. Точка либеральной демократии становится в таком случае антицентром. Ее не существует в принципе. И все попытки ее установить, придать ей политическое и идеологическое содержание будут приводить к адекватным мерам со стороны евразийского центра. Ну то есть идеальная политическая сила, к которой Дугин себя относит, то есть к абсолютному центру, на этой оси идеологический координат имеет в своей основе общинную экономику, которая, как естественно, противопоставляется капитализму и рыночной стихии. В политике же эта сила опирается на жесткую иерархию консервативной элиты, которая отвергает демократию, ну то есть сознательную независимую деятельность масс. Народ важен, но только в системе жесткого подчинения элите. Потому что массы без поводырей каждый раз тяготеют к самоуправлению, а это смертельно опасно для правящего класса. Значит, народную волю нужно сковать и подчинить интересам фундаменталистки настроенных консервативных верхов. А как это сделать? Конечно, через сильное тоталитарное государство. Проницательный зритель поймет, откуда растут ноги у этих построений. Дадугин просто воспроизводит и вносит в свою схему идейные установки одного итальянского деятеля. Кстати, его знаменитая работа «Третий путь без демократов и коммунистов» почему-то до сих пор признана экстремисткой в России. Хотя некоторые статусные антифашистские спикеры говорят, что Муссолини был вполне приличным политиком, идейное наследие которого весьма подходит нашей стране. «Человек очень смелый. Подлец, убийца, антисемит, живодер. Да тоже нет. То, что о нем пишут, показывает, что он был человек, который очень неуважительно относился к женщинам, но, пожалуй, из таких ярко выраженных недостатков это последний, который у него был». Отзыв о фильме телеканала «Россия» про главу Национальной фашистской партии Италии. «Муссолини был блестящим человеком, дал миру третий путь, по которому частично сегодня идет Россия». «По которому частично сегодня идет Россия». Отзыв опубликован в телеграмме журналиста федерального канала и автора фильма Владимира Соловьева. «А слава антифашистам? Нашим слава». «Я хочу сказать простую мысль. Дугин весьма оригинальный публицист, который всю свою карьеру камуфлировал свои взгляды. То прятал их за вывеской национал-большевизма, а позже в евразийстве. Но в основе ей всегда лежал фашизм». «Ну и что, скажите вы, мало ли фашистских фанатиков у нас в России. Но почему же скандал с Дугином возник именно сейчас? Это хороший и своевременный вопрос». «Думаю, просто ложка к обеду вовремя нашлась. До последнего времени наш философ побирался в сомнительном центре консервативных исследований при МГУ, где вырабатывал ни много ни мало национальную идею для России. Также он читал лекции на соцфаке. Но в 2014 году из МГУ его все же выгнали. И знаете за что? А вот за это». «Я думаю, убивать, убивать и убивать больше разговоров никаких не должно быть. Как профессор, я так считаю». «Аааа, иди, твою мать, профессор!» Это так Александр Гелевич высказался о событиях 2 мая в Доме профсоюзов в Одессе. И сейчас до сих пор непонятно, весь он украинский народ хотел убить или только местную власть. Но замечу, в 2014 году такие призывы для Кремля еще считались перебором. Но для Дугина уже нет. Ну вот и ходил наш горе-философ неприкаянным, пока не стал востребованным для высокого начальства. Конечно, за 10 лет идейный климат в обществе существенно изменился. Растоптав последние остатки буржуазной демократии, правящий класс отрастил имперские зубки и взялся за общество. Стоит сказать, что заигрывание со специфической консервативной мыслью было и раньше. Достаточно вспомнить, как чествовали Александра Солженицына. Тоже правого мыслителя, писателя и лютого антисоветчика. Послушайте наших политических деятелей. Вот их речи. В какой, когда из них, кто, по какому поводу употребит слово русский? Не употребляют они, потому что не нужно. Потому что тема их, разработки их этого не затрагивает. Потому что русская проблема ни с какой стороны, никогда, никуда не входит. Правильно скажите! Русский человек! В марте 1994 года Солженицын напишет знаменитую работу «Русский вопрос к концу 20 века». В ней он придет к неутешительному выводу. И при царях, и при советской власти наши национальные силы часто бездумно растрачивались в чуждых для России интересах. Например, ради спасения очередной европейской монархии, которая тут же нас предавала, или для содержания по всему миру прокоммунистических режимов и партий, в то время как собственный народ продолжал жить в бедности, а у советских колхозников не было ни пенсий, ни паспортов. Несчастная страна! Несчастный народ! Владимир Путин посетил Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Президент в сопровождении Натальи Солженицыной ознакомился с экспозицией музея, которая рассказывает о жизни российских эмигрантов, покинувших страну после революции. Также президент осмотрел часть экспозиции, связанную с Александром Солженицыным. В музее хранятся подлинные вещи писателя. Пальто, Нобелевский диплом, рабочий дневник, картотека, который Александр Исаевич вел всю жизнь. Президент оставил запись в книге почетных посетителей, где в частности отметил, что особенностью русской эмиграции всегда была связь с Родиной. Но если честно сказать, Солженицын не так радикален и отморожен, как Дугин и Элин. Ну не тянет он в общем на столпа новой русской национальной идеологии. Поэтому наши прославляемые философы сейчас идут как бы в одном продуктовом наборе. И у того, и у другого радикальные правые взгляды. Тот и другой не любят демократию и равенство. Тот и другой обожествляют элиту, ну то есть начальство. Тот и другой в конце концов вполне себе мракобесы, идеалисты, империалисты. И конечно оба любят войну и не любят самостоятельную Украину. То есть соответствуют новому политическому запросу. Но как бы сегодня Дугин не пел оды Ильину, чуть раньше он дал весьма уничижительную оценку его творчеству. Своим невежественным опломбом и казенным национализмом Ильин, возможно, обязан матери немки Каролине Луизе Швейкерт фон Штадион. Ильин аккуратно и бесталанно, механически воспроизводит русский национализм, патриотизм и бравый монархизм, умудряясь при этом пройти мимо всех содержательных сторон русской истории, которая осуществляется на его глазах при его участии и с его помощью. Так как в таком чисто немецком казенном мышлении нет ничего русского, мы без большого ущерба оставляем его тексты и теории без рассмотрения. Но вы поняли, один русский фашист предъявляет второму, что тот не настоящий фашист, потому что он немчура поганая. Примечательно, но такие характеристики Ильину Дугин давал всего каких-то три года назад, но теперь называет его великим мыслителем. Ну не был Ильин ему тогда интересен, а вот теперь интерес проснулся. Почему? Все дело в том, что Дугина и Ильина связывает еще один человек. Константин Малафеев. Православный миллиардер, владелец и спонсор проекта «Царьград». Именно Малафеев устроил Дугина на работу в свой проект, после того, как Гелича позорно выгнали из МГУ. Но и там он умудрялся наваливать кринжа. Я уже говорил в своих роликах, что Малафеев, помимо «Царьграда», Поддерживать ультраправые боевые подразделения, такие как Испаньола и Москва, он вхож во все высшие эшелоны власти, взаимодействует со спецслужбами и его деятельность распространяется за пределы России, особенно туда, где пахнет войной. Более того, злые языки пишут, что свои черносотенные идеи он предлагал внести в поправки Конституции и кое-что туда все же внесли. Стоит ли удивляться, что Малафеев последовательный фанат православного фашиста Ильина и высшей политической школы его имени в РГГУ? Наследие Ильина уже стало основой политического, научного и духовного возрождения нашей страны. И ВПШ его имени сделает все, чтобы отечественная гуманитарная наука наконец освободилась от десятилетиями навязываемых ей западных либеральных парадигм. История скажет свое последнее слово, и оно будет русским. Как только студенты РГГУ выступили против школы имени Ильина в стенах собственного вуза, Царьград быстро выкатил целое разоблачение. Вы только не смейтесь. Внимание, в этом разоблачении они по датам постов, выложенных в интернете против назначения Дугина, вышли на семью Байдена, которая и организовала весь этот протест. Еще раз, Байден со своей семейкой нагло выкручивает лампочки в московском вузе на зло патриотам. Я не шучу, можете сами почитать это расследование, если, конечно, хотите. Но они прекрасно знают, что никто под микроскопом их ахинею разбирать не будет. Но, следуя заветам своего гуру Геббельса, малафеевские спикеры продолжают до сих пор этот бред повторять и повторять, в надежде, что кто-то в него поверит. И это после того, как вполне себе настоящие студенты, не скрывая своей личности, общались с ректором вуза. И после того, как против школы или ина выступили вполне себе официальные депутаты Госдумы от вполне себе официальной КПРФ. И после того, как уже состоялись вполне себе настоящие публичные протестные мероприятия, где ни одного американского наймита так и не было поймано. Получается, что российские спецслужбы тоже в сговоре с семьей Байдена? Давайте честно, наши ультраправые несколько просчитались. Они явно не думали, что им будет дан такой отпор. Во-первых, протест против школы имени и ина и его публичная поддержка по всей России поставила их в неудобное положение. С одной стороны, дальнейшее проталкивание фашистских идеологов в РГГУ рискует стать сеансом саморазоблачения. Чем больше будет общественный резонанс, тем активнее граждане начнут узнавать о деятельности и настоящих взглядах наших героев. Но издать назад они тоже не могут. Это создаст неприятный прецедент, когда граждане совместно отбивают свой вуз от мракобесной инициативы сверху. Если в РГГУ можно, то почему нельзя где-то еще? Во-вторых, этот протест проливает свет на деятельность ультраправой движухи в целом. Ну посмотрите, они сами открыто говорят о своих планах. Извините за обильное цитирование, но оно того стоит. Ревизия массива гуманитарных знаний, общепринятых теорий и концепций проводится на основе их корреляции с системой мировоззренческих идей и нравственных ценностей русской цивилизации. Деятельность ВПШ направлена на решение двух основных задач. Первая. Разработка и внедрение нового подхода. Новые социогуманитарные парадигмы в преподавании социальных и гуманитарных дисциплин в отечественной высшей школе. Философии, истории, политологии, социологии, педагогике, юриспруденции, антропологии, культурологии, этнологии, психологии, филологии и религиоведении. Разработка новой социогуманитарной парадигмы практически завершена. И в ближайшее время начнется работа по ее внедрению в доктрины и концепции преподавания, а также конкретные учебные дисциплины. Второе. Разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования для профессорско-преподавательского состава и административно-управленческого персонала вузов подведомственных Миноборнауки. Мы знаем, что фашистской физики или математики быть не может, но внедрить мировоззренческие идеи и нравственные ценности русской цивилизации в социальные и гуманитарные дисциплины вполне, кстати, возможно. И заметьте, какой масштаб. Дугин и Малафеев хотят массово готовить именно преподавательские кадры при Министерстве образования и науки, которые потом в будущем начнут учить студентов во всех вузах страны. Но и не только в вузах. Безусловно, подготовленные Малафеевым и Дугиным преподы отправятся и в школы образовывать наших детей. Тем более почва уже готовится. Вот что мне скинули знакомые учителя. Это учебник общества знания под редакцией Боголюбова. Девятый класс. И учебник по истории под редакцией того самого Мединского. За десятый класс. Как видите, наш светоч православной и консервативной мысли уже присутствует. Мы детей учить не бросим. 1-4-8-8. Думаю, вы догадываетесь, куда все идет, правда? Идеологическая работа с молодежью через вуз и школу – это хороший задел на будущее. Так как это может создать у нового поколения не только нужное политическое сознание, но и целое мировоззрение. И даже проявить необходимые ценности. Уверен, вы понимаете, кого они хотят воспитать. В работе «Сопротивление злой силы» Линд раскрывает свое видение желаемого государства. Это не социалистическое государство прогресса, не либеральное государство ночного сторожа. Это государство божественной воли, которое по определению служит добру. Поэтому власть этого государства априорно права. И не может быть оспорена или поставлена под сомнение. Потому что это государство справедливо в своей первооснове. Так как воплощает в себе самую объективную истинность. Следовательно, все, что уступает против такого государства, ложно и служит злу. Гражданин этого государства не может быть пассивным или только следовать спущенным сверху формальным инструкциям. Наоборот, он должен всеми силами участвовать в борьбе государства со злом. То есть с врагами верховной власти. У этого гражданина нет автономии личного выбора. А есть лишь подчиненность государственной воле. Борьба против врагов верховной власти не должна быть скована моральными рамками. Совершая зло, вплоть до убийств врагов государства, гражданин все равно несет в себе миссию высшей воли. Поэтому даже самые страшные его поступки остаются объективно добрыми. Значит, пытки и убийства во имя власти, хоть и морально неприятны, но вполне оправданы. Как вы, наверное, уже понимаете, Дугинская Малафеевская школа хочет не только сформировать нужные политические взгляды у молодежи. Они хотят сформировать нужные начальства ценности и мировоззрения. Да, это, конечно, сложная задача, но если у них это получится, то через несколько лет мы можем не узнать страну, в которой живем. И это действительно очень опасно. Поэтому, дорогие друзья, бороться нужно прямо сейчас. А это значит, нужно всеми силами поддерживать первую линию нашей обороны, студентов РГГУ. Ставьте лайки и распространяйте это видео. Подписывайтесь на канал, пока нас не запретили. До скорого! Ну, или она, где-то не дали. Тебе вечно сам, все вернется, после долгих ночей, пылью сладкий сам. А вернется, после долгих ночей, пылью сладкий сам. А вернется, после долгих ночей. Все вернется, после долгих ночей. А вернется, после долгих ночей. Девушки отдыхают.